здравствуйте значит сегодня мы решили заняться огородом я много роликов смотрел о том что можно выращивать огурцы в бочках сам не пробовал вот сейчас начнем готовить эти бочки к следующему году сейчас время середина августа до следующего мая я думаю мы это дело подготовить просто хорошая работа делается долго но чего мы начали мы начали с простого вот мы нашли бочку вот видите бочка обычная достаточно такая мятая уже побитая мы взяли значит просто вырубили на сетке значит вверх и низ вот получить видео вот она такая получилась худая здесь по всей видимости были какие-то смазочные материалы или масло муж еще другое было то непонятно чего для того чтобы это непонятно чего убрать мы сейчас заведем костерчик после этого что обожгем эту бочку вот с этого и начнем сейчас заведем как он поедет у нас дровички у нас есть дровички есть прямо скажем выделили нам на огороде место не самое лучшее лучшее место для цветов ну посмотрим а завели если спички не горят она и не заведется наверно так надо было не бросать курить да опа вот одна загорелась костер с одной спички нас перед этим надо сжечь две коробки ну вот так что там пошло что-то пошло пускай пока разгорается так ну вот значит с этой бочкой следующим образом мы сейчас мы ее обожгем поставили значит края чтобы не обрезаться мы обстучали молоточком а вот уже бочка уже у нас стоит стоит она уже тоже уже обожженная вот значит мы что делаем мы сейчас вот значит траву кощем траву кощу сюда бросаем вот что-то и вот бананчик тоже пригодится пойдет побросали так где-то ну сантиметров в 10-15 побросали потом пересыпали землей и вот обратно и вот она значит значит посадили здесь где-то семена 25-30 наша задача оставить чтобы потом если курсы посадить значит тут таким образом вот она уже чувствуется вес набрала вес набрала ну что если допустим у нас не получится огурцы может получиться может не получится там посмотрим да если они получат огурцы да то по крайней мере у нас есть место куда как говорится ложить траву она перегниет и пойдет на грядки проводим соревнования значит будем сажать я буду сажать в бочке там другая половина будет сажать в теплице и на грядках у кого будет лучше но я думаю будет у меня лучше по крайней мере если не будет лучше те огурцы сорву сюда посажу ну все будем делать сейчас вот видите поставили там будет видно что вы так вот костер уже пошел костер уже пошел сейчас она погорит разгорится вот это все горит все ну как говорится это видео будет длинная длиной в целый год а там будет видно но костер пока горит хорошо может быть маленько далековато но это можно потом под пубочку можно будет перекатить это поставить так если что-то наградить будет видно посмотрим наступила весна продолжаем работу по подготовке посадки огурцов в бочку ну за этот период что мы сделали здесь вот видели на вот наградили вот такие такую агороду будем в перспективе думать что она сюда полезет вверх значит установили бочку повыше но как всегда временно установили планируем на металлические основы но видите вот пока деревянный повыше для того чтобы поливать и с лейкой здесь не лазить ну и взяли вот сделали вот такую штуку посмотрим как она работает подведите в виде поливает очень хорошо очень хорошо перебрали несколько лет несколько лет но вот остановились на вот это есть видите маленькая месть но хороший напор получается и вот сейчас периодически так весной проливаем одну бочку вторую вот и пока 2 до 2 но 2 в запасе в запасе посмотрим что получится вот таким образом работаем продолжаем подготовку в перспективе возможно если руки дойдут покрасим это дело возможно здесь еще почаще приварим пруточки можете веревочки дадим как говорится перед посадкой больше видно все продолжаем работать вот стало тепло май месяц решили уже сажать огурцы видите вот так открою только чуть не посадили вот вот здесь настоящий парни видите хорошо здесь вот дуги натянули на землю практически 5 от края и пленка дуги на земля это не посадили более того что они посадили будет смотреть результат начали продолжаем работу по выращиванию огурцов вот уже посадили огурцы в бочки значит уже вот огурцы уже шли, пошли, уже листья пошли и здесь самое время их надо подвязывать но мы как раз вот сравним те огурцы, которые мы в бочках посадили и те огурцы, которые посадили на грядку, одинаково ну сейчас вот подвяжем здесь я уже подвязывал огурцы и вот сейчас вот здесь вот подвяжем относительно подвязки много было сказано, значит, я ни разу не подвязывал, значит, посмотрел, подумал. Ну, вот решил, что проще всего подвязывать следующим образом. Вот, значит, брал, взял, значит, простую вязальную проволоку. Можно это самое взять медную проволоку. Это может в перспективе. А вот простой вязать, где-то сантиметров 30 беру, значит, покорезами откусили. Сантиметров 30. И здесь вот сделали веревочку вот такая такого плана здесь многие показывали каким образом это делается я тоже посмотрел здесь в принципе ничего нового не могу сказать здесь берешь вот раз и вот бантиком один сюда вот раз и вот сюда вот видите вот бантиком вот затянули все надо будет ее поменять раз дернули и все готово значит я взял на вооружение я считаю там правильно потому что в интернете показывает что значит и растение за солнцем идет и соответственно подвязывать по часовой стрелке соответственно мы ниточку не взяли мы напротив против часовой стереть сейчас он замотали ее вот так раз несколько оборотов так вот сделали 2 ну вот пожалуй и хватит 3 и временно сюда подвяжем а потом в перспективе можем подвязать подвязать и повыше вот это столько вот отвязали отрезаем отрезаем сильно при этом не натягиваем почему потому что крышки все же слабенькие слабые натяжки тут можно вот так чуть-чуть натянули можно вот здесь здесь обороте можно здесь вот перед сделать да и вот здесь вот один оборот и сделали но можно два ворота сделай сделали потом можно ее перевязать и мы сели дальше продолжить вот раз все подвязали и вот к этой подвязки этой подвязки можно будет видите вот она подвязана уже и вот уже следующий раз брать в так вот раз и прокручивать и и прокручивать и все вот она уже все стоит еще через некоторое время он подрастет еще снова снова воротик 2 сделали все нормально ну сейчас посмотрим носит сравним вот эти огурцы которые значит были в бочках ведь вот они уже достаточно большие выросли да хотя вот здесь один сорт это другой этот сорт немножко запаздывает хотя и садили в один день ну и вот пройдем нагляд посмотрим пройдем на грязку посмотрим пойдем паш вот здесь вот видите вот на грядках ну достаточно тоже хорошо пошли хорошо пошли но немножко поменьше вот здесь мы посадили за счет три штучки три штучки и там вот посадили еще в другом месте чтобы сравнить как они будут расти и в другом месте пойдемте посмотрим и там еще ну и вот возле за здесь возле такого забора не забора но здесь вот строение возле строения тоже посадили тоже четыре куста но здесь вот как-то они повеселее пошли чем там на грядке есть повеселее но на сегодняшний момент на первом этапе те значит огурцы которые в бочках пока выигрывает пока выигрывает что будет видно как говорится посмотрим когда будет результат по урожаю все продолжаем наблюдать он уже слез поближе посмотри покажи поближе подводим итоги выращивание огурцов в бочках но в этом году видите погода не радует практически холодно постоянно но тем не менее значит тут в бочках огурцы выросли видят подавчера вот снимали огурцы вот опять есть завязи много видите вот и огурчики тоже есть но но если у кого-то есть возможность выращивать в теплице в теплице наверное в такую погоду урожай будет получше но будем надеяться еще будет тепло и эти огурчики все вырастут но можно в сравнении сравнить мы выращивали как раз вот в бочках посадили рассаду и было достаточно много ее рассадили по грядкам можно посмотреть сравнить в грядках но в грядках здесь мы уже снимали раза два наверно а там огурцы еще не снимали пройдемте посмотрим можно показать здесь вот здесь садили крятка такая шикарная вроде да еще хорошая но кабачки забивает огурцы ну вот видите тоже завязи есть завязи есть но роста так такового нету холодновато холодновато хотя вот здесь огурчики есть тоже можно посмотреть хотя вот огурчик есть тоже есть огурчик ну так если там посадить здесь посадить можно и набрать урожай и вот тоже посадили несколько корней но здесь видите очень мало очень много но можно сделать вывод все же в бочке в бочке в такую погоду получше чем вот на грядке получше ну то есть у кого есть желание пожалуйста экспериментируйте в бочках на грядке но надо наверное еще и в теплице сжать ну тогда будет урожай все до новых встреч до свидания урожай урожай а а о Продолжение следует...